В преддверии мистического праздника Хэллоуин мы решили сделать нашу передачу немножечко другой. Сегодня никто ничему не будет меня учить. Сегодня я буду учить вас делать из тыкв рожи. Что нам для этого необходимо? Ну, непосредственно сама тыква. И вот по мгновению волшебной палочки она появляется у меня в руках. Это самая оранжевая тыква. Что нам еще нужно? Ну, конечно, два ножа и ложка, для того, чтобы все внутренности туда убирать. Ну вот, как видите, все инструменты у меня уже в руках. И вот мы приступим непосредственно к самому процессу вырезания. Ну, для начала мы нашу тыкву помоем, чтобы она была чистой. Вот, далее нам потребуется большой нож, для того, чтобы эту шляпку отрезать. Чтобы у нас получилась красивая шляпка. Тыква, конечно, внутри пустая, поэтому это не составляет особого труда. Ну, почти не составляет. Так, вот что у нас получилось. Вот какая тыква. Со шляпки нам нужно все эти косточки, всю эту мякушку отрезать. Вот, мы очистили нашу шляпку. Теперь мы будем вынимать семечки непосредственно из тыквы. Для того, чтобы она... Ну, для того, чтобы она была пустой. Кстати, тыква весьма полезный продукт. Это не только отличная лампа в день Хэллоуина, но также она очень благоприятно воздействует на здоровье. Из тыквы можно сделать супы. Ну, и еще всякие салаты. Правда, я не знаю ни одного рецепта, где использовалась бы тыква. Но в любом случае можно запечь. Очень вкусно, с медом. Так делала моя бабушка. Насколько я знаю, она очень полезна для сердца и для кожи. Если честно, ложкой не вынимается, поэтому только ради вас я беру свою руку, засовываю ее в тыкву. Вот это да! Чего не сделаешь ради вас, мои любимые зрители. На самом деле, очень увлекательно и интересное занятие. Всем советую проделать это дома. Вот прямо на ковре. Добрые советы от лайфхакера. Еще несколько семечек, еще несколько косточек, и наша тыква будет готова. Вот эту вот толстую часть нам нужно немножко утоньшить. Но лишь для того, чтобы свечка, которая горела внутри, которая будет гореть внутри, чтобы она ничего не опалила и тыква не начала вонять. Поэтому маленьким ножичком мы аккуратненько отрезаем вот эту часть. Ложечкой мы стараемся убрать все волокна. Тяжелая эта работа. Ну вот, мы уже подготовили нашу тыкву к вырезанию из нее рожи. Для того, чтобы вырезать красивую рожицу, нам нужен будет трафарет. Это маленький рисуночек, который можно найти в интернете или нарисовать самому. Так, мы берем трафарет. У нас есть два. Ой, об этом бонусе я вам расскажу потом. Вот есть такая веселая рожа. Мы хотим получить вот эту рожу вот на этой тыкве. Поэтому мы берем ручкой и просто перерисовываем в уменьшенном варианте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот наша фигура готова. Осталось ему надеть нашу шляпку. Оп! Вот наша шляпка готова. И вот оно, произведение и искусство. Немного похоже на меня, мне так кажется. Нееет! Мы подготовили вам особенный сюрприз. Бонус для тех, кто это смотрит. Субтитры сделал DimaTorzok Немножко злей и немножко тяжелее. Так. Здесь мне уже подготовили кое-что. Ну, по крайней мере, вот нож в глазу уже торчит. И опять же, как и с первой тыквой, мне приходится залазить туда руками. Музыка Единственное, что осталось к этому добавить, свечка. И снова вот оно. Оно у нас тоже такой формы, как и наша самая большая тыква. И вот наша лампан готова. А, забыла зажечь. Ну вот, я и научила вас вырезать тыквы. Единственное, что вам осталось, это взять те самые тыквы и ходить по городу. И пугать людей. Хэппи Хэллоуин. Лайфхакер. Ха-ха-ха-ха-ха. Это как какашка. Ха-ха-ха-ха. Нет, нет, я подтверждаю, это был листик. Тетечки на базаре уверяли меня, что тыква будет самому... Ой, мамочки, что она будет... А-а-а, идеальным предметом для извращения подобных, но что-то... Блин, я даже не думала, что нужно прилагать такие усилия. Да, стоят три тыквы пустоголовых. Неправда-неправда.